МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания функционирует шесть новых гидроагрегатов из десяти. К следующему году планируется заменить еще четыре. Президент пояснил, из-за планированных на восстановление станции 41 миллиарда рублей уже освоено более 35. Основные ремонтные работы на ГЭС можно считать завершенными. Сейчас главная задача – сделать так, чтобы Сайна-Шушенская работала более эффективно. Также президент отметил, нельзя забывать о семьях работников станции, пострадавших или погибших в результате аварии. Все четыре года действует программа поддержки семей. Компания «Русгидро» направила на ее реализацию 185 миллионов рублей. Еще 181 миллион выделил федеральный центр. Также для пострадавших приобретено 24 квартиры. Взрослым оказана помощь в трудоустройстве, детям – в поступлении в ВУЗы. Не осталось в стороне и обсуждение проблемы подтопления дальневосточных субъектов. Путин отметил, нужно сделать все возможное, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни. Также требуется проведение защитных мероприятий гидростанций в подтопленных регионах. Угрозы подтопления населенным пунктам Хакасии нет. По данным Хакасского гидрометцентра, гидрологическая обстановка на территории региона спокойная. Обильных осадков в бассейне Енисея не прогнозируется. На сегодняшний день сброс воды на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции составляет 3610 кубометров в секунду. В реке Абакана и ее основных притоках повсеместно отмечается снижение уровня воды. Фактически уровень Абакана в районе республиканской столицы – 230 сантиметров, при критическом – в 550. Поводов для беспокойства у жителей Хакасии нет. В Абаканском горсуде состоялось заседание по делу Виталия Лабуна, подсудимый – экс-капитан команды Саяны Хакасия. Бывшего спортсмена обвиняют в сбытии наркотиков в особо крупных размерах. Сегодня ему огласили приговор. Капитана Саян Виталия Лабуна оперативники задержали вечером 2 февраля в момент сбыта другому игроку, Владимиру Лиштаеву, трех граммов гашиша. Еще чуть больше грамма обнаружили у него дома при обыске. И на основе показаний Владимира Лиштаева следствие обвинило экс-капитана в сбытии в тот же день еще 21 грамма гашиша. В общей сложности Лабуну вменяли покушение на незаконный сбыт почти 26 граммов гашиша, что является крупным размером. Покушение, потому что весь наркотик был изъят полиции и не попал в незаконный оборот. Обвиняемый сначала отказывался давать показания, но в итоге уже на суде признал вину в сбытии только трех граммов наркотика. Один грамм, который у него нашли дома, держал для личного употребления. Кстати, во время следствия оба спортсмена заявили, что наркотики употребляли и другие хоккеисты клуба. В своем последнем слове Виталий Лабун был краток. Обвинение потребовало для подсудимого 11,5 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами защиты и не включил домашний грамм Лабуна в общее количество наркотика, предназначенного для сбыта. Таким образом, статья была переквалифицирована на более мягкую, но приговор был вынесен суровый. И назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы. В срок наказания будет включено время содержания Виталия Лабуна под стражей, начиная с 3 февраля. Полагаю, что наказание, назначенное Лабуном в виде 10 лет лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа и с отбыванием наказания в колонии строгого режима является законным, обоснованным и справедливым. Адвокат подсудимого от комментариев отказался, но заявил, что они намерены подавать апелляцию. Виктор Лушников, Сергей Казмин, 200 Хакасия. Служба наркоконтроля в скором времени может получить право вводить временный запрет на вещества, обладающие наркотическим действием, но не входящие в списки наркотиков. Решение о наделении особыми полномочиями наркоконтроля должно кардинально повлиять на ситуацию с распространением спайсов. По данным службы, новые вещества появляются практически каждую неделю, а процедура запрета занимает до года. Таким образом, наркодельцы избегают уголовной ответственности, порой предлагая опасный товар в открытую. Синтетическая зараза обладает крайне сильным наркотическим эффектом. При этом существует исключительно высокая опасность передозировки. В Хакасии уже известны случаи самоубийства в результате употребления спайсов. В первых числах сентября Республиканский дом-интернат Теремок отметит свой первый юбилей – пять лет. Сегодня здесь постоянно проживают 134 воспитанника. Это дети, от которых отказались родители. В последнее время все больше популярностью пользуется отделение дневного пребывания, когда дети с ограниченными возможностями живут дома, а в Теремок приезжают на день для реабилитации. Молодец! Здорово! Посмотри, как здорово! У тебя получилось! Ура! Яна из тех малышей, от которых узнав диагноз, родители отказываются еще в роддоме. Таких в Теремке большинство. Для их реабилитации здесь созданы максимально комфортные условия. Круглые сутки дети до 18 лет под наблюдением врачей, медперсонала, воспитателей, психологов и педагогов. Работа не для каждого. Тяжело физически и психологически, но те, кто остается для детей, становятся больше, чем воспитателями. За пять лет у нас пять детей было определено в опекунские семьи. Из них четыре человека – это взяли наших детей, именно сотрудники дома-интерната, которые непосредственно работали с детьми. Так как большинство детей со сложными психическими и физиологическими расстройствами, медицинская помощь в Теремке стоит на первом месте. Ежедневно курсы массажа, физио, лечебная физкультура, ипотерапия на собственной конюшне. Особая гордость дома-интерната, бассейн, современная система очистки воды без хлора делает купание детей особенно комфортным. Если ко всем этим процедурам добавить любовь к маме и папе, врачи могут сделать маленькое чудо. Результаты у нас дают хорошие дети дневного пребывания, то есть дети, которые имеют родителей, которые занимаются и здесь, и дома. Есть дети, которые, например, когда я начала работать с ребятишками, которые вообще не ходили, например, Молчанова Саша, она через полгода встала на ножки и пошла. На дневном отделении сегодня находится 48 детей, не только из Абакана, но и близлежащих населенных пунктов. Утром их приводят, вечером забирают. Для родителей, которые не отказались от больного ребенка, дневное отделение в теремке – настоящее спасение. Чтобы попасть сюда, встают в очередь. В ближайшее время в доме-интернате откроют еще две группы для домашних детей. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Бейском районе Хакасии состоялось торжественное вручение юбилейного сертификата на материнский капитал. Тысячным обладателем маткапитала стала семья Марадудинах из деревни Новокурск, где не так давно родилась дочь Ольга. Она и дала право семье на получение сертификата. Напомним, что с 2013 года размер материнского капитала составляет около 409 тысяч рублей. Средствами семейного капитала можно распорядиться в полном объеме, либо частями на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для матери. В Хакасии за 6 лет действия программы свои жилищные условия поправили больше 10 тысяч семей. 503 семьи направили средства на образование детей. Всего же в республике было выдано почти 22 тысячи сертификатов. Время показало материнский капитал – эффективная мера поддержки семьи. Сегодня в стране отмечают День российского кино. Праздник актуален и для Хакасии. В республике официально зарегистрирована одна киностудия «Хакасфильм». Она специализируется на документальном кино. Реже снимают короткометражки. За 5 лет существования выпущено уже 13 фильмов. Учитывая, что на студии работают всего два человека, это достаточно много. Во всех фильмах киностудии так или иначе затрагивается тема культуры и истории Хакасии. В каждой работе звучит хакасский язык. Кино документальное, но с обязательными игровыми эпизодами. Профессиональных актеров практически не задействуют. Чаще всего на съемочной площадке жители близлежащих деревень, где снимается кино. Готовую продукцию Хакасфильма можно увидеть на телеканале «Страна» или общественном российском телевидении. Но основной зритель – жители республики. Совместно с правительством и Министерством культуры мы проводим ежегодную такую акцию. Она называется «Губернаторская премьера». То есть, когда мы делаем очень-очень много дисков нашего фильма, и все это развозится по библиотекам, по малым селам. То есть, везде, 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 где есть обычный проектор или телевизор. То есть, увидит вся республика. Работают в киностудии всего два человека. Современное цифровое оборудование позволяет делать фильмы таким малым коллективом. Хотя музыку кино пишут всегда оригинальную, и здесь профессионалов приглашают со стороны. Летом состоялась 13-я премьера киностудии – 40-минутный фильм о национальном музыкальном инструменте Хакасов «Чатхан». С этой работой Хакасфильм пригласили на Международный Казанский кинофестиваль, который пройдет в сентябре этого года в столице Татарстана. Наталья Чудина, Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. Громкая победа. Даниэла Колесник из Хакасии установила мировой рекорд на первенстве мира по пауэрлифтингу в США. Рекордсменка России среди девушек до 18 лет Даниэла Колесник установила мировой рекорд в дисциплине приседания со штангой. Также блестящий результат она показала и в двух других дисциплинах – жим лёжа и становая тяга. В Хакасии открылся туристский информационный центр. Он станет своего рода справочным бюро, где будет собрана информация о туристической сфере республики. Её достопримечательностях, маршрутах, гостиницах, базах отдыха, а также сувенирной продукции национальных праздниках. Центр сотрудничает с Минспорттуризмом, российскими и зарубежными турагентствами, потенциальными путешественниками. Как будет проходить это взаимодействие, нам расскажет руководитель туристского информационного центра Лариса Остапенко. Сразу после вестей в рубрике интервью. А я с вами прощаюсь. Увидимся на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова